Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вам подумать письменно, подчеркиваю письменно, о вашем пассивном доходе. Если кто-то уже придумал себе работающий вариант, делитесь, чтобы вдохновить других на размышления. Наиболее распространенный вариант пассивного дохода – сдача жилья, офиса, зданий в аренду. Сразу скажу, что я не являюсь рантье, я не сдаю недвижимость в аренду. Вот мне лично по моему вкусу не нравится вот этот род занятий, как нести бремя содержания, заниматься присмотром, ремонтами, платежами и вообще чувствовать себя обремененной вот этой недвижимостью. Но у меня есть другие источники дохода, и здесь каждый выбирает себе по вкусу. Для того, чтобы у вас не возникало вопросов, а имею ли я вообще право вам что-либо советовать и как-то учить вас жить, не имея сама источника дохода, Для этого я назову вам некоторые свои источники, чтобы вопрос этот сразу был снят. Первый, самый важный для меня источник дохода – это тест онлайн по профориентации, которым может воспользоваться каждый русскоговорящий человек на моем сайте proforientation.ru. Я разрабатывала его в течение долгих 17 лет, анализируя в ручном режиме анкеты, которые вы мне присылали. Довольно быстро я заметила, что есть закономерности, определенные сходства во множестве этих анкет, как вы отвечали, да, я это все анализировала. Но наибольшую трудность представляла собой именно написать дерево вариантов – это огромное целое футбольное поле рукописное. Каким образом мозг размышляет, кем быть, какова главная точка применения моих способностей и талантов. И вот одно только программирование с отрисовкой всех этих вариантов заняло у меня около трех лет. Так что сейчас, на сегодняшний момент, по очень символической цене, 65 вопросов проходит любой человек, и я получаю пассивный доход со своего сайта proforientation.ru. И не считаю, что оплата хостинга – это какая-то активность с моей стороны. Тестирование, которым я горжусь, – это очень качественная разработка, и много моего труда положено. Вот такой источник дохода. Также я получаю авторские отчисления, так называемые роялти, за видеокурсы, записанные мной для различных организаций. И у меня есть еще один источник дохода, который позволяет мне чувствовать себя относительно комфортно – это монетизация на Ютубе. Поскольку большое количество рекламодателей вставляют рекламу в мои ролики, Ютуб за это отчисляет мне определенное количество платежей каждый день. И вы знаете, когда я создавала свои бесплатные видео, я совершенно не думала о каких-то монетизациях, о том, как на этом заработать. Я это просто делала от души, вкладывая весь свой человеческий, временной, финансовый, интеллектуальный потенциал в эти учебные видео. И еще раз повторю, что вы будете счастливым человеком тогда, когда ваш доход будет косвенным результатом ваших любовных взаимоотношений с работой. Вот это очень важно понимать. Итак, сейчас вы кладете перед собой бумагу и начинаете устраивать себе мозговой штурм. Вот 10-15 минут, 20 минут – это не так много, поверьте. Но ваш мозг придумает потрясающие вещи. Вы писываете все подряд, на чем бы вам было приятно зарабатывать деньги именно в плане источника пассивного дохода. Это не значит, что вы ничего вообще не делаете, и деньги на вас с неба так и падают. Но это означает, что вы не с утра до вечера горбатитесь для того, чтобы управлять источником вашего относительно пассивного, так я скажу, дохода. Ну, приведу пример. У меня есть знакомый сотрудник автосалона, который выгодно приобрел автомобиль люксового уровня с небольшим пробегом. Он его застраховал и сдал в аренду своему хорошо проверенному знакомому, который работает в такси. Доход от аренды составляет около 75 тысяч рублей в месяц. Постепенно этот человек покупает второй, третий автомобиль и также сдает их в аренду. Все шансы вырастить свой автопарк. Все посчитал, застраховал, грамотно распорядился имуществом в той области, в которой хорошо разбирается, я подчеркиваю. То есть это не был ювелир, который вложил средства в подержанные автомобили. И результат этого человека не случайное везение, а плод экономии и зарплаты с последующей инвестицией. Парню удалось создать курицу, несущую золотые яйца. А что планируете вы?